Велосипед имеет 200-летнюю историю, на протяжении которой интерес к нему то возрастал, то угасал. Из опасного, тяжелого и трудноуправляемого механизма он превратился в доступный любому человеку транспорт. В областном центре немало любителей прокатиться на велосипеде, ведь ему все возрасты покорны. Социологические опросы показывают, что в городе Брестя 5000 человек каждодневно используют велосипед. Именно для поездок на работу, на учебу, по своим делам. Это 5000 человек. Но есть очень большое число, это 29 тысяч брещан, хотели бы пользоваться велосипедом, но пока его не используют в силу того, что он не считает инфраструктуру безопасной и удобной. Поэтому этот отложенный спрос, он очень большой, 29 тысяч, и мы считаем, что при улучшении инфраструктуры мы как раз выполним те показатели, которые есть. У нас запланировано к 2030 году, что в Бресте будет 8% должно перемещаться на велосипед. И это запланировано Советом Министров, принято постановление, это концепция развития велосипедного движения. Велосипед – это здорово и здорово. Так считают семьи Чижи, где у каждого есть свой велосипед, на котором приезжена не одна сотня километров. Все члены семьи катаются с детства и не забывают об этой традиции до сих пор. При этом Марина и Чиж на протяжении нескольких лет помогают команде «За велобрест», активно популяризируя велосипедное движение, рассказывая, объясняя людям, что велосипед – это путь к здоровому и комфортному городу. В нашей семье велосипед – это даже не столько развлечений или что-то такое из ряда вон выходящее. Это транспортное средство. У нас, конечно же, есть автомобиль в том смысле, что мы пользуемся автомобилем по мере необходимости. Но велосипед – это такой транспорт, на который ты садишься, если ты не нагружен 10 килограммами сумок, и у тебя есть возможность 5-8 километров проехаться по городу. Только велосипед. Супруг постоянно ездит на велосипеде на работу через весь город. Прекрасно себя чувствует. Выбирая между автомобилем и велосипедом, в семье Чиж предпочтений всегда отдают второму. Автомобили – это пробки, остановки на светофорах и большой поток пешеходов. А благодаря велосипеду можно добраться до места намного быстрее. При этом не загрязняя окружающую среду и любуй с природой. Именно за это радует 7-летний Матвей, который любит проводить время в компании не только своих друзей, но и велосипеда. Я очень люблю время с велосипедом проводить. Это, в первых, развивает здоровье, во-вторых, город становится экологичным, чтобы люди были здоровы. От прогулки на велосипеде человек получает много положительных эмоций и впечатлений. Брест в последние годы улучшил велосипедную инфраструктуру. Но еще есть над чем работать. На сегодняшний день идеальная велоинфраструктура в городе. Не так много. Есть много грехов, ошибок при производстве ее. Но, тем не менее, мы с каждым днем, с каждой неделей даже, с каждым годом, все больше и больше производим велоинфраструктуры. Ну, наши власти, мы, сотрудничество, все это производим. Кататься, в принципе, удобно сейчас везде. Практически каждый спальный район города оснащен велосипедными дорожками. Если нет велосипедных дорожек, то старают подлить пандусы вот эти. Конечно, эти пандусы не отвечают стандартам, не отвечают безопасности абсолютно. Вот даже с ребенком, проезжая по таким пандусам, каждый раз трясешься, потому что неизвестно, съедешь ты на него с высокого бордюра или съедешь рядом, как поведет тебя твой ребенок. Сегодня велосипед – важный элемент городской жизни. Прогулочные, горные, шоссейные и другие можно встретить на велодорожках областного центра, что говорит о большом спросе и интересе людей к данному виду транспорта. Продолжение следует...